Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Привет, с вами Руслан, вы на канале ПАВ, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием The Isletide Hotel. Короче, суть в том, что я очень долго сегодня искал в игру, искал игру, в которую мы можем поиграть, потому что у неё наскучили платформеры, шутеры, там, и так далее, вот это всё постоянно. Роблокс тоже, Майнкрафт и вообще, и Baldur's Gate, всё, сегодня он такой, вот эти вот две недели были такие, вот знаете, когда садишься играть и чувствуешь как будто у тебя какая-то вот игровая импотенция то есть ты играешь тебе нравится но нет такого чувства чтоб ты прям вот захотел вернуться вот прям вот нереально чтоб ты прям быстрее 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 нет а получалось так что играешь игра классная думаешь ну попробуй еще одну и вот так вот каждый день новые игры новые игры и вот наконец сегодня в стиме я искал игру и нашел вот это коротко если описать это интерактивное кино где от наших ответов в ответов диалогах ответов в действиях каких-то зависит дальнейший исход и развитие сюжета я обожаю такие игры это один из любимейших моих жанров я очень люблю смотреть кинцо и как бы принимать в нем участие больше всего мне нравилось там всякие man of madden и little hope короче dark pictures антология и также какие-нибудь until down heavy rain и собственно все остальное короче вот собственно это вся история и маленькая история с этой игре даже прочитал здесь отец и какой-то культ собственно этот культ хочет ее и его дочь там куда-то запрятать отец должен ее спасти собственно вот и все вот и все пройдемся по настройкам у нас а размер субтитров у нас будет средний обязательно субтитры включен очень понравилось что есть русский язык так цвет субтитров режим окна без рамок аналитика окей по настройкам у нас тут собственно все дома думаю громкость мы с вами немножечко уменьшим и погнали а кстати еще это демка если нам понравится я куплю и мы будем собственно играть погнали новая игра вот такое начало да начало такое долгое мусолиное но мне захотел с вами поговорить так смотрим а здравствуй мишель д как сабьер мишель дексавьер чё-то знакомый мишель дексавьер джами 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 рупер я не уверен я еще не уверен в том что здесь если есть музыка она как бы не защищена ли авторским правом потому что режим стрима выбор паузы ну давайте аля режим стрима выберем правильно давайте так так вроде тишина подожди сейчас погрузимся не переживайте сейчас погрузить я просто проверяю звук музыка не пропадает ладно хрен с тобой будем надеяться что youtube не забанет забанить запоненет джонни инстант кент кент из барби понятно ты чё блин а чё на ищет дожди бабка зашла просто к девчонке в квартиру и чё там рушит мисс бизли бою что нет да чтоб тебя а чёрт 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 а моя дорогая скрип ю филинг ну тут не написано чё вот возьми и обвиняю тебя вы меня не знаете но я нашел вас было не просто осознавать что вы никогда не встречались но она была убедительна вы среди вас я вернулся к ней но ее уже не было все что я нашла среди нашла блять и говорит мужик нашла я должна убедиться что она порядке если ваша дочь хотя бы в малейшей степени вам не безразлично подпись сюрприз 3 успевать хорош ладно все я частный детектив ну вот и он отель остров приливов расскажите мне об отеле сколько я вам должен вы видели девушку ну давай модель узнаем что можете рассказать об этом отеле понятно так я вот что тебе скажу пытаешься влиться в доверие чтобы я приговор приговор проговорился я мешал держать язык за зубами слушай если это какая-то проверка то я нет на это не куплю бог знает что вы там ребята затеваете когда вы разъезжаетесь вы выглядите еще страннее ну тут он прав я думал это когда терзор плачить не надо вы метайся отсюда ну спасибо ебать даже тупое животное оселка я думал это вопрос как знаете вот в обычном такси ты едешь ну типа у таксиста может просить не знаешь что это за здание ну типа или что это за это или что зовут это ну типа обычный классический среднестатистический вопрос как бы ничего там такого нет это его дочурка я понял сейчас музыка грустно и я честно что плакать write an end direct by the isl tight hotel короче как видимо я и я как понимаю от наших ответов зависит выживет ли наша дочь ладно забудь просто мутный какой-то типок дед сидит аккуратно дед снайпер дед киллер тоже я не могу куда он приехал остров как там называется че хрен с ним или пялишься на меня устало и смотрит туля петерсон сэм роз а я не успел извините странное местечко я не все на меня пиалится а этот стал залипает позвонить звонок дара пробуем и запалится а не понял ты ух ты какой актер а так подожди 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 вот я забыл прочитать надеюсь вам удалось насладиться с сессией мисс рэй эм м я извиняюсь я принял вас за другого человека чем я могу вам помочь так вот это мутняк начался смотрите давайте логически думать да я просто если по-честному мы должны спросить ну типа ищет он кое-кого потому что смотрите он приехал сюда чтобы кого-то искать это первое да то есть но можно честно спросить но так как они очень мутны это будет опасно потому что что то может произойти второе а мы можем сказать и что у меня есть приглашение я не уверен что у него есть приглашение и в третьих я хочу забронировать номер мы можем просто забронировать номер и дальше же сами что-то расследовать. Давайте попробуем первое, посмотрим, что он кого-то ищет, расскажем. Довольно сложно вести учет всех, кто останавливается в острове Приливов. Могу поинтересоваться, кого именно. Просто... Давнюю знакомую. Вы имеете ввиду кого-то определенного? Церемония снятия мерок скоро начнется. Могу я увидеть ваше приглашение, сэр. Опа! А приглашения-то нет. Фальшивое приглашение. Девушки отдыхают. Давай рискнем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Какая морда, блядь. Ах, мы сейчас проебемся, а? Превосходно. Надеюсь, вам удалось насладиться сессией. Конечно. Могу я узнать, какой символ указан на внутренней стороне вашего приглашения? Не сомневаюсь, что вы обратили на него внимание. Оу! Хоули фаукин щет! О май гад! О май гад! Я не знаю, я не помню. Блядь, да, он там что-то читал, но я так и скажу, я... Я так и скажу, я его не видел, но я не помню. Нет. Я не сказал. Я так и сказал. Это того, как мое зрение было любезно у меня отнято. Я заявлял, что символ слишком большой, учитывая тонкость его послания и тот факт, что наше приглашение напечатано на картоне, а не на бумаге, и я любезно попрошу вас покинуть здание. Ладно. Хорошо, хорошо. Так, окей. А могли бы мы пройти вот мимо него не вот без всяких косяков? Да я просто... Вы не будете заходить или... Предлагаю, что консьерж был не сильно дружелюбен. Странным какой-то. Иначе вы были бы уже внутри, да? Только если вы еще сомневаетесь, как я. Меня зовут Кристофер. У тебя не горит сигарета. Он, наверное, просто бросает курить и типа пытается вместо закрыть сигаретки. Хорошо. Я ищу кое-кого. Так, я ищу кое-кого. Что это за отель? Что это за отель? Хорошо. Что это за отель? Давай спросим. Хватит всем подряд и говорит, что он кого-то ищет. Что это за отель? Я... Я не знаю. Я бы не сказал, что это отель. Большую часть времени он закрыт. Он открывается только раз в три года. Всего на ночь. Они называют это приливом. До меня доходили слухи. Нет, нет. Я хочу стать тем, кто узнает правду. Я никогда не был таким человеком. Таким, о котором рассказывают. Но мы можем объединиться. У меня есть приглашение. Я могу вас провести. Тебе лучше уйти. Так, то есть он, он, допустим, он, то есть если мы скажем уйти, он вообще уйдет? А пойдем вместе? Ну, пошли вместе. Я думаю, смотрите, вот соломинка, да? Одна соломинка. Вы это право делаете, вы пойдете со мной, подожди. Вот представим одну соломинку. Соломинка, видите, какая тонкая, она ломается. Если соломинки две, они уже не сломают. они так же сломаются. Короче, если одна соломинка ломается, их много, они не ломаются. Короче, вот один слабый, а если уже не один, то уже сильный. Конечно, вот видите, говорит. Ну что ж, отлично. Я согласен. Пойдем. Ну, дворецкий топ. Кристофер, сладкий мой, ты меня напугал. Но лишь на мгновение. Я подумала, что ты... Я тут с другом. Он убедил меня. Привет, меня зовут Шон, Джош, Маллоун. Обычно мы не разговариваем, привод... не разрешаем приводить гостей, но поскольку вы говорили моего Кристофера, я не буду тестировать вас. Но вам нужно одеться. А почему бы тебе не пойти готовиться, мой сладкий? Увидимся там. Оу. Оу. А вы следуйте за мной. Э, быстренько. Че ты, блядь? Че ты лупишь сюда? Стал и стоит. Вот и стой, смотри в пол. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Понял? А меня пригласили. Ох. Встал он такой. Руки вверх, сладкий мой. Позвольте мне снять себя с мерки. Э, послушайте, вы хотите участвовать или нет? Нам пора начинать выставку. Если вы не хотите... Вы вошли в девушку? Э, в смысле, вы в... Какую мы девушку вошли, блядь? Вы вошли в девушку. Выставка? А что будет показано на этой выставке? Это только самое лучшее со всего мира, сладкий мой. И нет ничего более изысканного, чем человеческие формы. Формы человека изысканы. Но Уолт и ее жена хотят поменять это. Его жена. Блядь, тут какой-то перевод странный. Поделать. Жаль. Только когда мы меняемся, мы можем понять, что имели. И всю красоту здесь, на острове Приливов, создаю я. И четкое видение многообразия. Чтобы они могли найти суть. Но мне нужно другое. Я хочу найти своего хамелеона. И того, на ком они все будут сидеть, идеально. Я подготовлю вам ваш костюм. Подождите в баре, я скоро всех позову. А теперь на выход, быстренько. Так. Хорошо. Так. Рецепшн. Бабки здесь или детки? Опа! Анна! Бабка и бабка, блин. Красные или золотые? Прошу прощения. Вот видишь? Еще один человек, который их не замечает. Вы никогда не смотрели вверх во время торжества. Именно поэтому шары должны быть золотыми на этой сессии. Но красный... Ну это же говорил, красный привычнее. Привычно, чтобы кто-то другой присылал... приписывал себе... Нужно попробовать что-то новое. Как вы считаете, дорогой? Ну... Это просто шарики, типа... Поэтому как бы... Это же просто шары. Послушайте, как вы смеете, молодой человек? Пойдем отсюда. Отвали. Суть в том, что просто... Ну какая разница, да? Ну по сути-то киша. Короче, мы просрем эту игру. Они ушли, окей. Какая-то девушка. Так, это очень похоже на что-то. А, в смысле? Опа! Главный зал. Поговорить с женщиной. Сесть. Стол. Бар. Поговорить с мужчиной. Так. Так, забавно. Забавно. Давай поговорим с женщиной, а потом посмотрим на стол. А что он стоит? А что они так странно все стоят? О, какая-то она потеряна, испугана. Я не знаю, что выбрать. Я склоняюсь к белой шнуровке, но она была в прошлый раз, и никаких изменений. Что не изменилось? Ну давайте сначала поболтаем сначала. О каких изменениях речь? А, подожди. О каких изменениях речь? Надо было же менять, конечно. У них снова не вышло. Номинировать меня. Излтайд Хотел. Лучшая модель. Давай еще раз. Войдем немножко в доверие. Звучит захватывающе. Но это не для всех. Какие правила? Вы выбираете маску, а затем надеваете то, что вам подходит. Короче, понятно. Все, это какой-то... Побеждает тот, кому наряд подходит лучше всех. Вы хотите, чтобы вас номинировали? Вы никто, если вами не восхищаются. Давай продолжим. Хорошо, пока неплохо идет. Кажется, вы много знаете о том, что здесь происходит. Выбирайте внимательно. Нет ничего важнее того, как люди видят вас. И здесь вы можете быть кем угодно. Даже тем, кому вы сами завидуете, но к приливу. Полностью забыть, кто вы на самом деле. Меня называют Ди. Это мой не настоящий, и вы же понимаете. Это просто... Ну, и псевдоним. Хотя... Какая разница, когда шансы у всех равны? Так ведь? Я предпочитаю знать. Испытал на собственной шкуре. Меня зовут Джош. Красота – это не амбиция. Это инструмент. Возможно, вас это не заинтересует, но таких мало. Я не хотел... Нет, более быстрого способа увидеть свое имя. Я пришла сюда, чтобы быть красивой. Быть кем-то новым. Я никогда не стремилась найти суть, как все остальные. Но теперь, кажется, я потеряла свою... Свою суть? Это всегда тяжело упускать. Упускать. Победу на конкурсе, например. Но страсть заставляет идти на все, чтобы получить ее обратно. Я ведь права. Я так сделаю. Я играю честно. Вы никогда никому и ни в чем не уступаете? Я вижу один. Поэтому вы тут. Не спросил я про девушку, да? Или сказал бы, чтобы она права. Нам нужно их всех выгнать, короче, чтобы забрать, пойти в этот ресепшн, я так понимаю. И по очереди они просто уходят, правильно? Так, в бар можно... Так, у меня что-то игра постоянно подвисает. Именно нужно бы свернуть ее развивать. Тогда поговорим с мужчиной теперь. Мне очень нравится пока. Пока очень интересно и прям прикольно. Мужик вообще залипал, уже минут 40 здесь стоит. Я тут думал, я пытался его предупредить. Но их невозможно изменить или обмануть. Консерв служит напоминанием всем нам. Одним своим взглядом. Кроме человека у бара, наверное. Я не пытался узнать, почему. На этот раз. Что почему? И у бара никого нет. Мне стоит найти ее. Она будет искать меня. Моя жена. Ну, удачи. Да, странные здесь люди. Странные людишки, конечно, вот такие. Прям вот именно странные, знаешь ли. Так, при посещении прилива, который проходит раз в три года, в течение трех ночей без возможности продления, необходимо соблюдать правильность действий, напоминая о ДАСНЕЙЧ... НАЧЦ... Или как сказать... Это первое. Присутствие на приливе. Второе. Выбор костюма. Во время прилива должны быть при... 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 Предпринятые необходимые меры для выбора нового костюма. После примерки костюм должен быть выбран в ночь прилива и носиться в течение ближайшей сессии. Таким образом, останавливая гейм... Геймворфен... Те... Те... Третье. Почитание. Праздничная ночь. Да вот что тут читать-то, господи. Правильная концентрация во время церемонии снятия мерок при мерке и торжественной ночи является обязательной и прекращает всякую связь с внешним миром, тем самым сгоняя ДАСГЕРЕЙТ. Все будут как один. Необходимо постоянно поддерживать соответствующее отношение к нашим избранным, и мы рекомендуется исповедоваться в грехах во время сессии, и они будут прощены, если только не нарушат правила. Никто не будет обременен. Правильное намерение достигается при отсутствии отвлекающих факторов и желаний, что позволяет сохранять осознанность в течение всей сессии. Все члены жюри должны содействовать этому очищению посредством правила. А, прилива. Сохранение конфиденциальности. Правильная речь обеспечит сохранение тайны, прилива и ограничит отвлечение от нашей миссии. Большое жюри отбирает тех, кто лучше всего подходит для этого путем приглашения. Седьмое правило. Соблюдение приличий. Правильный образ жизни поощряется между приливами, чтобы защитить костюм. Каждый должен быть возвращен в том виде, в каком он был подарен. Никогда не обязывая костюм компромиссам, ограничениям или условиям в течение срока. Не могу понять, костюм это имеется в виду костюм или костюм, они может как-то телами меняются. Поиск сути. Это восьмое. Правильное представление жюри и их миссии должно быть в центре внимания прилива. Отвлечения должны быть забыты после очищения, после очищения, что позволит приблизиться к нахождению ядра. Каждый должен следовать правилам и делать то, что должно. Капец, опять зевнул, что ж такое, я еле прочитал. Начал читать, я хочу прям зевнуть, прям вот неимоверно. Все, я это прочитал. Наказание за нарушение правил изгнания. Хорошо, бар. Ну-ка, пойдем посмотрим. Тут есть бар, значит, можно выпить. А где это все? В какой стране? Я что-то уже запутался. Уже потерялся немножко. Нет, куда? Я думал, там маленький барчик, который открывается. Ну что это за... Может быть, я могу... Так, я думал, маленький барчик, понимаете? Ну как бы бар такой, барная стойка там и что-то стоит, а тут, чисто в бар пошел. Короче, я думаю, на сегодня достаточно. Если вам понравилось, продолжим ее играть, но я думаю, мы ее точно пойдем. Прямо сто тысяч миллионов процентов, потому что это все супер-супер-мега-крутая игра. Думаю, на этом все. Спасибо, что посмотрели. С вами, как всегда, был я, Руслан, и он же Па. Подписывайтесь на YouTube, Telegram, Rutube, Discord, оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик и всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok